Иван, что у нас сейчас происходит на рынке, скажем так, как меняется количество магазинов, происходит ли новое открытие или мы сейчас как-то стагнируем? Ну, как обычно, на рынке очень непростые тенденции. И, с одной стороны, мы переживаем падение рынка потребительского. Это отражается в снижении объемов продаж. По итогам первого полугодия мы упали на 9 с лишним процентов, причем это еще и не очень неравномерно, потому что в продуктах питания традиционно падение ниже, там всего около 2 процентов падения, ну, в силу как бы того, что от еды мы, конечно, откажемся в последнюю очередь. В непродовольственном сегменте более драматическая ситуация падения почти на 20 процентов. И, казалось бы, все плохо и, конечно, как бы многие бизнесы сейчас, ну, переживают, скажем так, очередную проверку на прочность. Но, с другой стороны, мы видим, что в первом полугодии, если брать, допустим, FMCG Retail, топ 200 сетей, за которыми мы следим в таком постоянном режиме, регулярном режиме, открыли ни много ни мало миллион квадратных метров торговых площадей. Этот показатель немногим уступает лучшим показателям предыдущих лет. Некоторые сети открыли тысячи магазинов. Ну, например, допустим, сеть «Красное и Белое» с начала года открыла… «Красное и Белое» и «Бристоль», теперь это объединенная компания, открыли с начала года ни много ни мало более двух тысяч магазинов. Ну, для просто сети-то много, а вот с точки зрения открытия всего за полгода – это просто какие-то фантастические темпы роста. Вот. И мы видим, что крупный федеральный ритейл не потерял задор оптимизма и, наоборот, на фоне того, что сейчас рынок проседает, пытается захватывать объекты по более доступным ценам, где-то скупая конкурентов, где-то замещая ушедших с рынка конкурентов представителей иностранных компаний. Конечно, средний и ниже среднего сегмента чувствуют себя гораздо хуже. Мы провели такую аналитику свою и видим, что вот в топ-50, допустим, FMCG ритейла только 30 сетей в первом полугодии открывали новые магазины и росли, а почти 20 сетей либо ничего не открывали, либо закрывали часть магазинов, сокращали свои площади. Поэтому ситуация очень неравномерная, очень неравнонаправленная. Многие компании только сейчас начинают осмысливать то, что произошло и как это повлияет, в том числе, как бы на их бизнес будущем. Я думаю, что мы будем узнавать вот во втором полугодии, а может быть даже уже и в следующем году, учитывая те события, которые произошли буквально на днях. Что с поведением покупателей? Все говорят поголовно, что люди экономят. Какие это еще выражения, действия предпринимают люди? Ну, ключевая, действительно, тенденция – это экономия. Сберегательная модель сейчас модель номер один. Люди стараются откладывать средства на черный день, но в отличие от предыдущих лет, мы видим, что вот это накопление, на самом деле, не идет столь динамично, как это было раньше. Такое чувство, что действительно у людей запаса финансовых средств уже немного, если не сказать, что у половины его нет. Поэтому, пытаясь реализовывать свою сберегательную модель, они чаще скорее отказываются от новых кредитов, они чаще скорее отказываются от долгосрочных покупок и, ну, в том числе, допустим, падение рынка непродовольственного ассортимента могло быть и гораздо больше, если бы мы, допустим, продолжали покупать, к примеру, автомобили теми же темпами, как в прошлом году. Но, учитывая, что автомобильный рынок просто обвалился там на почти 90 процентов, очень многие россияне в этом году не поехали в туристические поездки, остались, две трети почти остались дома, даже за пределы дома не уезжали. То есть, действительно, вот эта экономия, как бы, сказывается на принятии решения о покупках, отратах и выражается она в чем? Выражается в том, что фактор цены становится номер один, он и до этого был значим, но сейчас он становится опять с таким большим, большим весом по отношению к другим характеристикам. Да, конечно, многие потребители говорят о том, что им важно качество, там, здоровое питание и так далее. Ну, давайте будем реалистами, какой адекватный респондент скажет, что он готов отказаться от качественной еды. Ну, конечно, они в опросах, в соцопросах, они заявляют о том, что им это важно. Но, приходя в магазин, они зачастую голосуют рублем. Они покупают то, что подешевле, опять существенно прирастает доля промо-продукции в корзине у потребителя, то есть, продается все больше и больше товаров со скидками по специальным ценникам, по специальным условиям. И если ты не играешь в эту игру, то тебе очень тяжело преодолеть вот этот тренд. Ну, и что опять-таки уже так стратегически важно, мы видим опять новый виток роста развития собственных торговых марок ритейла. Причем уже сети не скрывают, большинство сети не скрывают, что они готовы к существенному сокращению ассортимента своих магазинов и существенному увеличению доли продаж собственных торговых марок. Это очень серьезный вызов уже здесь для производителей и для поставщиков. Узость полочного пространства по многим категориям становится, можно сказать, критической. И найдут ли они место для себя в этих полочных пространствах, смогут ли они найти какие-то альтернативные каналы продаж, вот это большой вопрос. Мы, конечно, стараемся помогать это делать. Мы проводили вот в эти дни несколько конференций, рассказывали о тенденциях рынка, показывали новые альтернативные каналы продаж, которые все-таки есть. Мы провели большую сессию, посвященную общественному питанию. Общественное питание продемонстрировало просто чудеса живучести. В 2020 году, когда большинство ресторанов было закрыто, были введены ограничения, думаю, что все это помнят прекрасно. Казалось, что отрасль не переживет этот кризис и все будет очень печально и плохо. Но нет, мы видим, что отрасль просуществовала этот очень непростой период времени. А в 2021 году возобновило рост, возобновило развитие. Многие компании открывали десятки, даже сотни новых заведений под своими брендами. Снова стали расти и наращивать объемы выручки, причем по темпам, значительно опережая FMTG Retail. И, наверное, вот, ну, я бы сказал так... А чем это связано? Это связано с изменением уже культуры. Это связано уже с изменением возрастных, скажем так, возрастных категорий тех потребителей, которые приходят к нам на рынок. Если еще до недавнего времени основным покупателем был потребитель, условно говоря, из 90-х, да, кто привык экономить, вот у него это в подкорке было зашито, и он видел определенную модель экономии, да, он переключался на более дешевые там сосиски, переключался с овощей на макароны, переключался, там, не знаю, с мяса свинины и говядины на курятину, к примеру, да, то есть у него такая была модель, да. То сейчас уже выросло поколение новых людей, новых россиян, которые родились, там, в нулевые годы, да, там, в конце 90-х годов. Они были воспитаны в относительно благополучный период времени, да, и для них питание вне дома не является чем-то из ряда вон выдающимся. Для них это повседневный образ жизни. Когда они понимают, что покушать в заведении фастфуда можно за 300-400 рублей, людей, а сходить в магазин, ну, той же самой, там, какой-нибудь… А еще и время на готовку тратить, да. Да, известной сети, как бы, да, и ты потратишь больше, плюс ты потратишь время, ну, и плюс будем реалистами. Очень многие уже не умеют готовить, особенно если мы берем молодое поколение, то для них питание вне дома стало просто частью их повседневной жизни, и поэтому, наверное, можно отдать должное успехам индустрии общественного питания тому, что они смогли выжить в этот очень непростой 2020 год. И мы даже там, ну, в какой-то степени не скрывая, смотрим с оптимизмом и в будущее, да, для этой отрасли, потому что, ну, мне кажется, вот самое худшее, что могло произойти, там уже происходило, будем надеяться. Вот. Поэтому есть другие каналы, ну, нужно их искать, нужно их разрабатывать. Ни в коем случае нельзя останавливаться в своем развитии, но в то же время и не замечать тех объективных проблем, которые надвигаются на наш рынок, тоже, по большому счету, глупо. Вот сейчас многие говорят, что уход иностранцев с рынка – это шанс для наших компаний, наших поставщиков, наших ритейлеров, наших собственников и так далее. Вот вы как думаете, это шанс или не шанс? Я думаю, что так говорят те, кто не в бизнесе, не в рынке, те, кто смотрят на этот рынок со стороны, те, кто не знают, что многие известные бренды, которые нам кажутся российскими, на самом деле не российские уже давно, ну, такой вот классический пример, не все знают, что бренд конфет под названием «Россия щедрая душа» принадлежит голландской компании Nestle. И уход этой компании с российского рынка или даже сокращение активности на российском рынке в том числе затронет и этот бренд. Но это бог-то с ним, как бы, вопрос не в этом. Понимаете, на самом деле те, кто в рынке, те, кто работает, пускай даже в конкуренции с этими компаниями, они прекрасно понимают, что эти компании были определенными ориентирами для развития. Многие заимствовали какие-то практики у них. Многие в конкурентной борьбе, побеждая их, становились сильнее и более эффективными. Многие прекрасно понимают, что та рекламная активность, например, которая была в индустрии, ну, к примеру, газированных напитков, которые в основном несли две крупные компании, всем известные, да, потому что это мировые бренды, но другие компании могли, условно говоря, не инвестировать так много в продвижение своей продукции. При этом я, допустим, никогда не был поклонником известных, да, вот этих вот международных брендов, всегда покупал с удовольствием, как бы, российские бренды в магазинах, но при этом напоминали мне о том, что неплохо было бы купить этот продукт, да, эту категорию, именно, соответственно, пипси-кола и кока-кола. И вот в таких индустриях, в таких категориях продуктов питания, если мы говорим сейчас об этом рынке, как покупки эмоциональные, это крайне важно. И уход этих компаний с рынка, на самом деле, это огромная потеря для всей категории. Сейчас очень многие компании ринулись замещать колу, да, в разными альтернативными продуктами. Кто-то в этом, может быть, даже и преуспел и сделал неплохой по вкусу напиток, достойный, как бы, да, с точки зрения альтернативы, но почти никто пока не вкладывался в рекламу и продвижение своей продукции. И это привело к тому, что вся категория, например, напитков, она сейчас падает в объеме продаж. Ну, по сути, получается, едут на волне, что ты идешь за чем-то типа колы и, получается, берешь что-то типа колы. Конечно, когда в индустрии есть определенные лидеры, когда в индустрии есть такие амбициозные компании, которые готовы на рискованные проекты, которые готовы на десятки миллиардов рублей затрат на рекламные бюджеты, конечно, бенефициарами этого становится вся индустрия, вся отрасль, да. И очень, на самом деле, обидно, что эти компании сейчас покидают российский рынок. Очень обидно, что эти компании выводят на российский рынок, но такие, знаете, квази-бренды, которые вот явно видно, не проработаны, не продуманы, и которые, по большому счету, ну, просто выполняют некую функцию, да, а не, как бы, не дают те эмоции, которые мы получали раньше, потребляя тот или иной продукт. Все-таки надо понимать, что нам для, вот, просто питания не так-то много надо, да, мы зачастую даже слишком много едим калорий, как бы, да, и за этим многие пытаются следить. Но от питания мы еще и получаем удовольствие определенное, да, мы должны получать от этого положительные эмоции. И вот для того, чтобы создавать эту атмосферу вокруг своих продуктов, нужны очень такие нетривиальные решения. Крупные иностранные компании на это были не просто способны, они это делали и успешно имплементировали это в наш рынок. Я не говорю о том, что российские компании этому не способны. Есть много успешных и более даже конкурентоспособных по отношению к иностранным компаниям российских брендов, российских компаний, и я могу перечислять их десятки. Но вот текущие, по крайней мере, проблемы показывают, что и им тоже нелегко. И в этом смысле рынок, конечно, обедняется, конечно, теряет. Возвращаясь к сужению ассортимента, в том числе ритейл реагирует. То есть, с одной стороны, им нужно понимать, что сейчас падение доходов населения скажется на их покупательской способности, и сужая ассортимент, они отвечают в том числе на этот вызов. Но, с другой стороны, а какой смысл держать широкий ассортимент, если продукция не продвигается и не рекламируется, и потребитель не приходит за этой продукцией в магазин, а просто приходит в магазин, чтобы купить еды. События последних дней, как вы считаете, могут стать новым вызовом для ритейла? По аналогии с тем, что происходило весной, когда люди паниковали, совершали закупки. Я боюсь, что события конца сентября, и, в частности, объявления о мобилизации, это значительно более сильный удар по потребительскому рынку. Я уверен в том, что последствия будут гораздо более существенные, чем начало специальной военной операции 24 февраля. Причем последствия будут долгосрочными. Фактически отрасль погружается в так называемый L-образный сценарий, когда быстрое, глубокое падение рынка будет сопровождаться очень медленно, растянутым, возможно, на десятилетия. Но все-таки будем надеяться восстановлением. Даже те планы по мобилизации, которые на текущий момент озвучены, это те потребители, которые сейчас уйдут с рынка. Те, кто перестанут ходить в магазины. А я напомню, что в прошлом году население нашей страны без всякой мобилизации сократилось, к сожалению, на почти 1 миллион человек. С одной стороны, это было связано с пандемией, последствиями пандемии смертность. Действительно, была в прошлом году очень высокая, почти 2,5 миллиона человек. Но, с другой стороны, это было связано и с низкой рождаемостью. Мы не компенсируем сейчас уход. Кто-то говорит о демографической яме, которая нас преследует еще с Великой Отечественной войны, а потом, соответственно, ситуацию усугубилась в 90-е годы. Часто, по крайней мере, чиновники говорят о том, что это в любом бы случае произошло. Это неминуемая цикличность, связанная с возрастными группами, которые есть у нашего населения. Но я хочу обратить внимание наших уважаемых чиновников на то, что коэффициент рождаемости на одну женщину в нашей стране полтора. Это означает, что без всякой мобилизации, без всякой специальной военной операции, популяция населения нашей страны будет сокращаться. Единственное, что нас спасало в предыдущие годы, это иммиграция населения в страну. Она была все эти годы положительна. Ежегодно регистрировалось 300-400 тысяч россиян, не родившихся в стране, а приехавших в нашу страну. В 90-е годы приезжали в основном русские, возвращаясь из регионов постсоветского пространства по разным причинам. Но уже в нулевых годах в основном, конечно, приезжали люди из Центральной Азии, существенно меняя ландшафт наших городов. Я ничего в этом плохого не вижу. Это обогащает наши культуры, это замечательно и прекрасно. Но в этом году, в 2022 году, впервые за 30 лет, у нас отрицательная миграция. У нас в страну приехало 300 тысяч человек за первое полугодие, а уехало 400. Впервые за 30 лет мы получаем отрицательную миграцию. И вот этой поддержки в новых потребителях мы не видим сейчас. И, к сожалению, события последних дней ситуацию только усугубляют. Вдумайтесь, за последние полтора года таким образом мы потеряли полтора миллиона россиян. А у нас всего их 145. Это 1% населения. Мы очень часто на конференциях с коллегами обсуждаем борьбу за единицы процентов роста или снижения. Так вот, мы потеряли 1% населения нашей страны за эти полтора года. И, конечно, это сказывается на показателях компаний. Конечно, это сказывается на тех результатах, которые мы имеем. Надо серьезно менять подход к управлению страной, к развитию бизнеса, к тому, как и чем живет население нашей страны. Я когда слышу, что больше половины школьников хотят уехать из страны, потому что они видят за границей какие-то преимущества и не видят их, к сожалению, внутри страны, мне, как отцу троих детей, становится страшно. Я никогда не связывал жизнь своих детей с жизнью за пределами России. Но последние события, к сожалению, подталкивают к таким решениям. И это очень неприятно констатировать. Если говорить в разрезе этого, то, может быть, какие-то... На какие моменты нужно сейчас ритейлерам обращать внимание? Над чем работать и вообще как минимизировать, быть может, вот эти риски, о которых вы говорите? Вы знаете, вот мы 3 дня работали в рамках конференционной программы. Провели несколько круглых столов, несколько больших конференций. С десятками ритейлеров мы провели работу, поставщиков, представителей сегмента общественного питания. Поверьте, эти специалисты сейчас работают 24 на 7. Поверьте, эти специалисты практически работают без выходных дней. Поверьте, это те специалисты, которые сейчас спасают ситуацию на рынке, чтобы у нас было обеспечение продуктами питания достаточного для того, чтобы, ну, не дай бог, не образовались какие-то голодные бунты. И можно сказать, что жители, по крайней мере, крупных городов почти не заметили, на самом деле, серьезных изменений в полочном, скажем так, пространстве своих магазинов, которые есть у них там, условно говоря, рядом с домом. Но за это нужно сказать огромное спасибо бизнесу, предпринимателям и сотрудникам компаний, которые это собственными руками, собственным умом смогли реализовать в крайне непростой, экстремальной ситуации, такого чудовищного эксперимента. А вот для того, чтобы что-то изменилось, здесь, конечно, в первую очередь нужно уже думать с точки зрения государства, с точки зрения властей. Все без исключения прекрасно понимают, что ближайшее будущее будет связано с падением доходов населения. Это не скрывается даже в официальных отчетах, в официальных прогнозах Минэкономразвития, Центрального банка или других институтов государственной власти. Но при этом, в моем понимании, поддержки, которая нужна сейчас малоимущим слоям населения, делается крайне мало. Вот я из такого замечательного города Санкт-Петербург, так у нас полтора миллиона пенсионеров. То есть это полтора миллиона человек, которые на 100% зависимы от социальных выплат. И я напомню, что социальные выплаты были проиндексированы в этом году на 8-10%. Но это не покрывает даже половину той инфляции, которая есть. А учитывая, что еще и пенсионеры тратят существенно больше своих средств на лекарства, ну, в силу, соответственно, возраста чаще всего, а там-то инфляция похлеще, чем 20%, многие лекарства подорожали на 30%, 40%, 50%, а какие-то стали вообще недоступны. Этим людям надо помогать. Этим людям надо помогать срочно. Это должно быть на повестке, и вот этим надо сейчас заниматься. Если эти проблемы будут решены, то, поверьте, и у ритейлеров будет все хорошо, и у производителей, поставщиков продуктов питания будет все хорошо, потому что их потребители не будут жить в стрессе, не будут жить в состоянии мысли о том, как им выжить в этой ситуации, и у них будет оставаться чуть больше средств на то, чтобы побаловать себя и своих близких. Спасибо. Надеюсь, помог.